Это мыло, мне кажется. Нет, нет, нет. Кушать? Мыло. А какой город? Южный город. Южный город, да. Вы по-китайски понимаете? А вы по-русски понимаете? Да, я по-русски, а вы по-русски. Хэллоу! Ну, это территория храма. Почему это территория храма? Ну, потому что это прилежащая территория к храму. Нет, если бы они тут выращивали, там, знаешь, какую-нибудь фасоль китайскую, это была бы территория храма. Они здесь выращивают деревья, смотри. А что, ты думаешь, монахи вот эти деревья повысаживали? Думаю, да. Храм прикольный, да? Ну, он маленький. Я была в храме, в Тунхуа, там, где находится четырехметровый Будда, бронзовый. Четырехметровый Будда? Да, вот так. А как город назывался-то? Тунхуа. Ну, здесь тоже здоровый Будда, вот смотри. А, нет, это маленький. Мы еще проверим. А, или подожди, не четырехметровый. Может, сорока четырехметровый Будда? Может, сорока. На крышах дворца есть вот такие вот животные. И там можно по ним было определить, какой сын живет. Второй сын, первый сын, третий сын, действующий король. По поводу львов, вот этих львов, которые всегда охраняют двери, двери храма. Это лев-мама. Если вы обратите внимание, у нее в руке находится ребенок. Это ребенок. Где это ребенок-то? Это ребенок, смотри, лапки. А, она перевернутая? Да, да, она лежит на спинке. Вот животик, можно почухать. Вот, вот это лев-мама. На противоположной стороне можно обратить льва-папу. У него всегда шар под лапой. Ну, или что-то в этом роде. Шарик? Да, видишь, вот он шар. А что шар обозначает? Честно сказать, не знаю. Может, как добытчик, а там не знаю. У нее во рту тоже какой-то шар. Я бы так тоже сделал. Я обычно, когда слышу, когда говорят, вот это вот, элосы или еще что-то. Они же начинают материться. Главное же знать, когда ты материшься. Не, не матерятся, просто начинают говорить элосы, элосы. Но я-то ведь не русская. Поэтому я всегда говорю в опуше элосы. Русские люди тоже здесь ходят. Здрасте. Здрасте. Ничего себе, видишь, мы хоть и в Китае находимся, но русских тут полно. А может, это не русские? Он сказал здрасте на чисто русском. Он русский. А как можно здрасте на украинском сказать? Доброго дня. Здравствуйте. А, вот так. Угу. Странно, мне почему-то каких-то есть пару человек, а мне на канале пишут, что я хохол. Ты хохол? Да. Ты шокаешь? Гекаешь? Я не знаю. Я бы сейчас говорил, не вроде бы шок. Нет, ты говоришь правильно. Это мы гекаем. Смотри, там будка пса. Ну или бобра. Ну ладно. Ну ладно. А скворечники обратил внимание? Ладно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай педавод этого песика в скворечник засунем? Угу. Тогда нас точно его хозяин погладит. О, скворечник, дорогие друзья. А там никого нет? Нет. Оксан, что ты там видишь справа? Посмотри. Что это? Не знаю. Это просто как переход, но мне напоминают почему-то вегламы. Почему? Ты чего? Не знаю. Так, если посмотреть, то они делаются на таких же брусках и потом обтягиваются, ну не мешковидно, а шерстью. Шкурой медведей обтягивается. Не то, а олени тоже. Ну вот. А на самом деле это просто такой декор в парке. Очень даже интересно. Да, прикольно. А, кстати, знаешь историю про вот этих львов, когда открывают банк или какое-то предприятие, то есть ты видел, что напротив всегда есть два льва. Надувные? Не-не-не-не-не, именно каменные когда ставят. А ты знаешь, перед тем, как их ставить в новое здание, с того места, где их покупают, им завязывают глаза красным бантом. Вот. И везут в машине с завязанными глазами. До таких каменных львов? Да. До месток, где они будут стоять. То есть это банки, это больницы, это госучреждения. Ага. То есть, ну богатые, которые могут себе позволить. Ну да, да. Такие мощные, мощные львы. И им развязывают глаза только лишь тогда, когда происходит открытие. Вот так. Вот такая традиция. Да прикольно. Они, получается, защищают от лыхтухов. Вот. И как бы на удачу. Поэтому их и везут с закрытыми глазами. Чтобы они не видели, куда их везут. Ну, как-то так, да, наверное. Не знаю. Интересно. Когда король или кто-то из вельмож умирает, он забирает прислугу с собой, живых. Он может забрать, если захочет. Золото, украшения. Все, что он посчитает нужным, он может забрать. И он, Цинь, хотел забрать свою армию. Так. Но побоялся. Потому что, если он заберет всех в могилу, в склеп. Так. Вот. То народ сбунтуется. А он этого не хочет. Он этого как раз таки боится. И он тогда решил все просто. Он сделал пустые глиняные скульптуры. 8 тысяч. Так там внутри никого нету? Нету. Почему пустота внутри? Потому что, когда будет умирать его воин, он будет в эту пустоту. Типа возвращаться. Тело. Ну да. Как бы вот эта пустота, душа займет это место. Вот. Как будто смотри, как будто мы взяли в резервации какой-то живем. Даже забор. Люди, выпустите нас. Не было от забора, люди по льду уже в Россию все перешли. Да, конечно. А Россия все сюда. Китайцы все туда, а Россия все сюда. Ну да. Ну как раз всем было бы хорошо. Ну да. Ну смотрите, близко вообще, ну сколько, 500 метров, наверное, да? Это что больше? А, до реки или до куда? Нет, до России. Да, до Блазии. Да, до Блазии. Да ты что, тут километр. Километр? Ну я думаю, да, полтора. Меньше, наверное. Да нет, где-то так. Кстати, видела я фотки выкладывала? Айхуэй музей. Да, я офигел. Туда же русских-то не пускают. А тебя запустили. Да, потому что я не русская. А они посмотрели твой паспорт, да, как бы? Да. Они бегали к начальству с моим паспортом, узнавали меня, можно подыскать или нет. А, вон как. Да. А муж уже билет купил. Слушай, мы идем на фоне какой-то стройки. Что это за херня? Здесь решили... Что они делают? Решили Амур засыпать. Очень странно. Мы когда ходили с моим другом в Цинтау Марко... Это Цинтау, да? Большой город. Восемь миллионов жителей. Так. Мы ходили на маяк. И он, учитель английского языка, он не переводил все, что было на английском там написано. Он просто ходил и смеялся. Неправильно переведено, да? Вообще неправильно. Я еще с русского ходила, смеялась, что здесь неправильно переводят. Так они еще и на английском также. Да, да, да. Там насчет газона что-то было про цветок написано. Вот. Одна нога ступать, что-то такое. Ну, мы там... А что, а ты видела в Благи там магазины вазы продают цветочные? Там вообще иероглиф перевернут. А там на пол дома иероглифы нарисованы. Перевернуты иероглифы. Да. А, видела. Это там, где ювелирка, да? Где 50 лет Амурская? Ну, ночью это все светится. Вы, наверное, другие друзья видели один из первых видосиков. Смотрите звездочки. Там есть. Луны. Слушай, может сюда придем, когда как стемнеет? Мы все равно будем. А оно не будет, наверное, светить. Или будет? Будет, будет. Это то, что тут постоянно. Смотри, беседка какая прикольная. Интересно сделано. Да. Кругленькие, квадратные. Аккуратненько можно сесть возле дерева. Да. И ни мусора, ничего нету. Да. Допустим, если бы у нас в городе. Вот. Мусор бы уже был. Ну, а хотя тут тоже бычки валяются. Ну, тут один бычок на 100 километров. Песек, да? Ну, да. Какую это опасность охраняет хозяина, видишь? Да, не знаю. Набережная какого города? Хэйхэ. Хэйхэ, дорогие друзья. Что в переводе обозначает Черной речки. Ну, а на нашем просто река Амур. чернореченск смотрите там международная гостиница вот мне нравится вот эти фонари виша не такие монолитные какие-то мушкары собирают летом да мелкая такая летает памятник читающему винникуху в комбинезоне кстати он вроде бы песенку поет подожди он читает ноты надо смотрите друзья мои здесь написано да 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 чё там написано что-то такое короче это гимн хэй-хэ вернее такой неофициальный здесь частенько на набережной его крутят тут же колонки стоят у него походу раньше были очки их уже нету у него были очки где вот смотри очки были прикольный такой сидит а его пацанчик слушает усадись и вместе с ним спой песенку на левой стороне скамейки сидит девочка видите она читает книжки она читает книжки какие-то там а здесь сидит жирный задрот жирный задрот он играет в тетрис играет и скурить сигареты понимаете в чем дело и девочка маленькая его перевесила друзья мои не читайте книжки играйте в игры как вот этот чувак и с весом у вас будет все нормально как-то не очень девочка например за фигурой не следит а задрот следит за фигурой но с тоской смотрит на нее так чё это здесь что-то произошло в 2014 году январе месяце 12 числа старый новый год что ли а нет подожди он по 13 по 14 вот ну ладно что-то произошло в хай-хай связанная с машиной и с драконом ну и чё ты думаешь произошло фейджи летающая машина что ли да это был стрит рейсинг или что-то в этом роде здесь короче он разогнался и прыгнул на тачке пролетел 64 метра это за при минус сорок один и два да видишь на 64.3 он ждал рекорд книги гиннесса да 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 это памятник рекорд гиннесса честно проезжала думала какой то может просто памятник оказывается есть и тут такие люди в хай-хэ да молодцы ребята парк цифер что они означают непонятно просто цифра от 1 до 0 но они хотя бы были бы точнее мне кажется не какой-то должен быть порядок 612 29 87 3 может надо с какого-то именно ракурса на них смотреть а друзья мои давайте замутим обзор стадиона города хэ-хэ нам в этом поможет виталия и оксана нефига какой стадион друзья мои что-то даже не верится что мы находимся в китае хотя да скорее всего в китае вы не хотите сделать обзор этого стадиона мы еще не сделали давай давай ты вперед и мы тебя будем снимать ой друзьям и 6 минут осталось что можно за шесть минут вообще сделать включился я смогу круг пробежать за шесть минут или нет конечно можешь 6 там бежать 400 метров у счетом горит смотрите сейчас будет на старт внимание марш и весь дом взорвется давай ты бежишь с камерой а три минуты осталось ладно крыши друзья мои побежал